Здравствуйте! В эфире программа Инвестидея, в студии Сергей Гришин. Сегодня в качестве инвестиционной идеи мы предлагаем вам акции компании Казахтелеком, национального оператора услуг связи. Компания работает в четырех основных сегментах рынка телекоммуникаций. И прежде всего, это телефонная связь, доступная практически во всех населенных пунктах страны. Следующий сегмент – это мобильная связь. Здесь компания представлена совместно со шведской Tele2 Group с брендами Altel и Tele2. В широкополосном доступе это ID.NET и Megaline, а через известный бренд ID.TV развивается платное телевидение. Помимо этого, Казахтелеком развивает направление IT-услуг. Это облачное хранение данных, хостинг, аренда программного обеспечения, аренда оборудования и прочие сервисные услуги. Компанией работает 25 тысяч сотрудников. И сегодня активно растущими сегментами рынка услуг связи являются мобильный интернет, платное телевидение, сервисы на основе инфраструктуры и транзит международного интернет-трафика. Казахтелеком присутствует и развивается во всех перечисленных сегментах. В совместной компании с Tele2 Group Казахтелекому принадлежит 51% акций. Абонентская база на конец 2016 года составила более 6 миллионов человек. На фоне активного роста убытки компании снижаются с 5,2 миллиарда в тенге до 3,1 миллиарда. Также наблюдается высокий рост доходов в Казахтелеком от транзита. В 2014 году компания реализовала проект транзитного маршрута Юго-Восточная Азия-Европа. И теперь к 2030 году Казахтелеком намерен обеспечить прохождение через Казахстан как минимум от 2 до 3% от мирового трафика интернета. В целом, Казахстан за счет выгодного географического положения может стать крупным международным хабом по пропуску транзитного интернета между Европой и Азией. По прогнозам Johnson & Partners Consulting, в денежном выражении рынок транзитной емкости Европа-Азия вырастет и составит почти 900 миллионов долларов. Растут доходы компании и от новых направлений. Доходы от транзита трафика за первую половину текущего года выросли на 106%. Это связано с запуском в 2015 году транзитных линий передач и пограничных стыков с Китаем и Россией. Доход от передачи в аренду каналов связи удвоился, а доход от транзита, например, достиг 19,5 миллиардов тенге. В прошлом доходы составили всего 5 миллиардов. На 56% выросли доходы от сервисов и IT-направлений, составив 11 миллиардов тенге. В целом, за последние три года снижение расходов привело к росту операционной прибыли на 15 миллиардов тенге. Рост рыночной цены Казахтелекома на 32% с начала года отражает, как хороший тренд по индексу кассе в целом, так и позитивную реакцию на финансовые результаты за первое полугодие 2017 года. В то же время, потенциал роста к справедливой цене остается. Наша модель оценки стоимости акций Казахтелеком составлена с учетом среднесрочных перспектив роста компаний. Приближается отчетность за 9 месяцев этого года. Мы рекомендуем покупать акции Казахтелеком в среднесрочной перспективе 6-12 месяцев с целевой ценой на уровне 23 606 тенге за простую акцию. С потенциалом ростов 27% от текущей рыночной цены. В краткосрочном горизонте, при хорошей отчетности, цель 21 575 тенге за акцию, что подразумевает потенциал 15% в течение месяца. На фоне растущего тренда и внешнего фона мы считаем, что ценные бумаги Казахтелеком – это хорошая инвестиционная возможность. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Инвестируйте в акции.